Республики Донбасса выдвинули Украине новые условия мира. ДНР и ЛНР потребовали от Киева полностью прекратить так называемую антитеррористическую операцию, а также гарантировать свой внеблоковый статус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ДНР Дениса Пушилина. Он заверил, что самопровозглашенные республики выйдут из минских договоренностей, если усмотрят в курсе Киева дословно поползновение в сторону любого антироссийского военного союза. Здесь надо отметить, что внеблоковый статус Украины, равный как и прекращение АТО, Минск-2 не оговаривает. Второй день режима прекращения огня в восточных районах Украины проходит относительно спокойно. За минувшие сутки самопровозглашенные ДНР и ЛНР насчитали 16 нарушений перемирия со стороны Украины. Ночью, по версии ДНР, украинцы трижды обстреляли Горловку. Об этом доложено в ОБСЕ. Киев, в свою очередь, зафиксировал 60 артналетов со стороны противника. А его СМИ утверждают, что под Дебальцевым ДНРовцы не прекращают огонь по украинским позициям. Независимое подтверждение получить не удалось. В воскресенье силы ДНР не пустили к Дебальцеву наблюдатели ОБСЕ, на которых возложен контроль за перемирием. В Донецке заявили, что миссия не согласовала поездку. Ее глава, однако, потребовал для своих сотрудников беспрепятственного доступа и призвал стороны в полной мере соблюдать перемирие. Мы сделали попытку отправить наблюдателей в Дебальцево, однако так называемая ДНР отказала им в доступе. Миссия призывает все стороны конфликта в полной мере соблюдать перемирие во всех районах и гарантировать наблюдателям свободу перемещения в соответствии с мандатом, который выдали миссии 57 стран-участниц ОБСЕ. Тем временем Совет Безопасности ООН не смог поставить на голосование российский проект резолюции по ситуации на Украине. Совбез не устроил текст. Голосование может все же состояться в ближайшие дни. Российский проект одобряет соглашение «Минск-2», признает территориальную целостность Украины, а кроме того призывает к соблюдению перемирия. Украинский МИД, однако, заявил, что последний вопрос не проработан. Киев требует включить в резолюцию условия о немедленном и полном прекращении огня. Ряд СМИ также сообщили, что Совбезу не понравилось предложение Москвы наладить постоянные гуманитарные конвои в Донбасс с российской территории.